Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Сегодня мы поговорим с вами о моих разочарованиях и фаворитах прошлого месяца июня. В этой корзинке, как вы можете видеть, у меня очень много продуктов, которые меня как восхитили, так и очень разочаровали. И если вы готовы отправиться со мной в это косметическое путешествие, маленькое, но зато удаленькое, тогда давайте начинать. Поехали! И начнем мы с того, что мне больше всего понравилось и чего я была в большом восторге после использования. Бренд OGX выпускает огромное количество средств не только для волос, но и для тела. Эта линейка с маслом Кукуи, она шикарна и очень примечательна тем, что сделает ваши волосы настолько мягкими, шелковистыми, чистыми. Я взяла и шампунь, и кондиционер, и вместе они творят такие чудеса, что у вас будут спрашивать, возможно, какой ты шампунь используешь, настолько он хорош. Муж, увидев мое собрание пустых баночек с шампуней, увидев этот бренд, эту серию, сказал, что купи еще побольше такого, мне очень понравилось. И это неудивительно, потому что эта серия с маслом Кукуи сделает ваши волосы по-настоящему блестящими, шелковистыми. В общем, все, что нужно в шампуне, вы найдете в этой серии с маслом Кукуи. Насколько я знаю, этот бренд OGX продается в России также, но из-за транспортировки, из-за растамушки, разгрузки, они там гораздо дороже. Здесь вы можете купить, допустим, даже шампунь сам за долларов 6, это вообще очень бюджетный бренд считается. Купить его можно и в супермаркетах, когда вы, допустим, за продуктами идете, и также в аптеках. То есть он очень распространен, есть огромное количество разных серий в зависимости от нужд ваших волос. Бренд OGX очень долго фокусировался на производстве шампуней, кондиционеров, ухода для волос, но вдруг они поняли, что их шампуни настолько вкусно пахнут. И как мне кажется, у них был такой фидбэк, что людям очень нравится запах этих шампуней, они нереально вкусно пахнут. Они начали производить гели для душа, то есть это вообще был шампунь тоже с маслом Ши, и они сделали это в гель для душа. Он настолько вкусно пахнет, что вот вы, когда используете его, вы погружаетесь в какую-то солнечную атмосферу, типа, знаете, Мальдив. Здесь никаких нет СЛС, здесь все натуральное. Такая банка здесь получается у нас 577 миллилитров, она стоит где-то 10 долларов, ее хватает очень надолго. Я покупаю уже вторую банку этого геля для душа, и я просто в восторге, очень хорошо им пользуются вечером перед уходом ко сну. Он очень хорошо расслабляет, вы очень вкусно пахнете, запах никуда не уходит. В общем, я люблю этот бренд, особенно эти две серии с маслом Кукуи и гель для душа с маслом Ши. Использую каждый день и не планирую останавливаться. Дальше, давайте перейдем именно к уходу за лицом. Это умывалка от Honey Jard, бренд американский, только недавно он вообще вышел на рынок и уже стал очень популярен. Я подписана на Beauty Box от Ипси, и может быть месяца два назад они положили это в Beauty Box. Эта умывалка пахнет розой, и этот аромат настолько приятный и ненавязчивый, что он вам не может надоесть. И это здорово. В общем, я думала покупать его или нет в полном объеме, но как-то вот я не решилась. Не знаю почему, потому что у меня умывалок может много на данный момент. Эта умывалка, она настолько хорошо очищает мою кожу, как мне показалось, что после нее такой приятный эффект остается, чистоты. Она так хорошо пенится. Чем-то напоминает мне умывалку от Shiseido. У меня она была в полном размере, сейчас у меня в маленьком размере. Очень классно, возможно даже когда-нибудь я решусь на полный размер. Кстати, не продается это в магазинах, только онлайн это можно купить. И в принципе, я думаю, что этот бренд стоит доверия, стоит свое внимание, тем более он американский. Дальше я хочу вам показать такую маленькую малюську. Это вообще пробная версия масла органового от бренда Josie Moran. И в чем прикол этого масла? Оно уже взбитое. То есть обычно, когда вы наносите масло на ваше лицо, все такое маслянистое. Вы потом можете даже подушку вымазывать этим маслом. Но нет, не с этим, не с этой вещичкой. Потому что это как крем. Вы наносите его на лицо, допустим, один, два, три раза в неделю, чтобы обогатить его полезными микроэлементами. Только это в более удобном формате. Я использовала ее до конца. И даже думаю о том, чтобы приобрести полный размер. Вообще просто супер. Следующая неоднозначная покупка в этом месяце, это был стик от Pixie. Я его приобрела, потому что мне понравился дизайн. Мне понравилась задумка этого стика. Я не могла попробовать его в магазине, потому что нет обычно тестеров на такую косметику бюджетную. Чаще всего. Вот. Я пришла домой, открыла его и поняла. Прикольно. Мне понравилось, как оно выдвигается с таким приятным шумом, так сказать. Вот. Очень все так, знаете, умно придумано. Дальше. Текстура этого стика, она масляная, маслянистая. И при этом, ну она очень насыщенная. Реально дает вам хороший цвет, дает вам хороший блеск. Вот. Но слишком маслянистая текстура, вместе с тем, что когда я использовала этот стик даже не два раза, я открываю эту баночку и мой стик был в этой самой упаковке, оказалось. Я даже не знаю, как это получилось, потому что я ничего с ним не делала такого незаконного, противозаконного, и он сломался. В общем, теперь он так выглядит не очень презентабельно, но, в общем, я даже не знаю, буду использовать его или нет, потому как я купила новый набор от Патрика Та. Кстати, если вы хотите посмотреть обзор на Патрика Та, его новую коллекцию Measure Headlines, я оставлю ссылку здесь, в одном из этих уголков. Потому что у Патрика Та есть прекрасная коллекция с его румянами нового поколения, они тоже такие же влажные, в общем, очень-очень классный эффект, никуда они не уходят, и они не такие прям супер жирные. Сейчас вы можете увидеть, как они смотрятся, эти двое румян на моей руке. Одни румяна, которые у меня от Патрика Та, они очень-таки приятно смотрятся на руке, они не выглядят слишком, то есть очень все красиво смотрится. Нет этого чересчур, тогда как, если посмотреть на румяна от Пикси, они гораздо больше оставляют такой маслянистый след, они гораздо более видны. И если учитывать, что вы будете использовать их летом, когда вы носите такое большое количество масла на лицо, скорее всего, и ваши волосы будут в этом стике, в этом масле масляном, все будет у вас в этом стике. И, скорее всего, ваша рука тоже будет в этом, я уже не говорю про телефон, поэтому текстура, она, ну, как я считаю, немножко недоработана, хотя, в принципе, учитывая, что это было где-то около 10 долларов, а это 34, наверное, можно понять, что все-таки текстура более проработана, если вы покупаете более люксовый бренд. Это просто мое мнение, буду ли пользоваться им, я не знаю, возможно, когда мне не нужно никуда идти в жару, дома, поэтому вот такой у меня отзыв на Пикси. Хотя Пикси вроде хороший бренд, мне нравятся их тоники, абсолютная любовь, очень-очень все классно. И теперь самая интересная рубрика, это то, что мне не понравилось, то, в чем я разочарована полностью, давайте смотреть. В основном это будут шампуни плюс одна сыворотка. Первый шампунь от бренда OGX, мне он показался странным, в том плане, что этот шампунь должен, по идее, делать так, чтобы ваши волосы не жирнились, регулировать выработку себума и так далее, но почему-то я этого не увидела, он не такой, как бы, жидкий, он в такой немножко гелевой текстуре. И я не знаю, я не могу сказать, что я прям хотела пользоваться им каждый день, у него, в принципе, приятный аромат, он пахнет, как чайное дерево, но не такой прям сильный-сильный аромат этого. Я не знаю, я не могу сказать ничего плохого про этого шампуня, не хорошего, потому что я не увидела такого, как бы, увлажнения, потому что даже если это шампунь с чайным деревом, все равно не очень приятно, когда вы после использования обнаруживаете, что ваши волосы такие суховатые, и в конце дня они у меня, не могу сказать, что даже стали меньше жирными. Ну, я не знаю, может это у меня такие волосы, может это сам шампунь, я не совсем поняла вот именно этот шампунь, возможно, что-то не так с моими волосами, я не знаю. Следующий шампунь, тоже OGX, шампунь, который содержит в себе биотин и коллаген. Этот шампунь сделает ваши волосы настолько жирными, сальными, безжизненными, тусклыми даже, возможно, просто утяжеляет ваши волосы. Нет никакой гарантии, что после помывки ваших волос этим шампунем вы сможете с такой, знаете, приятной чистой головой пойти куда-то на свидание, в супермаркет, погулять, потому что, скорее всего, вам нужно будет использовать какой-то сухой шампунь, потому что без сухого шампуня этот шампунь на вашей голове будет казаться таким образом, как будто вы не мыли голову пару дней, вот серьезно. Я не знаю, прекрасный аромат, но, видимо, из-за того, что здесь много таких вещей, как бамбуковый экстракт, гидролированный протеин, коллаген, биотин. То есть, видимо, это такой микс, который создает на ваших волосах вот эту самую жирность. Поэтому я даже не буду покупать вторую банку этого шампуня, скорее всего, никогда. Следующий шампунь, который, наверное, вы наслышали о нем много, потому что, когда я смотрела Марка Кауфмана, он говорил именно про шампуни от бренда Чи. Хочу сказать сразу, что кондиционер, он очень неплох, он реально делает ваши волосы гладкими, мягкими. Я использую кондиционер каждый день, и я могу понять, работает ли кондиционер на моих волосах уже в душе или нет. Нанося кондиционер этот, вы сразу чувствуете гладкость, как никогда. Волосы такие шелковистые, приятные на ощупь, это даже в душе, да. Круто. Шампунь же, это просто другая совершенно история, потому как шампунь, он делает ваши волосы супер сухими. То есть, этот шампунь, по сути, должен делать так, чтобы ваши волосы напитывались всеми питательными веществами, всеми протеинами, которые указаны в составе. Даже на упаковке написано, что этот шампунь из увлажняющей серии. Однако он ничего этого не делает. Поэтому, если вы ждете от шампуня, чтобы он делал ваши волосы сухими уже даже в душе, тогда это ваш выбор. Шампунь от бренда Maui. Этот бренд вышел на рынок достаточно недавно. То есть, я очень много вижу рекламу даже в журналах, в разных космополитен, не космополитен. Рекламируется бренд очень активно. Почему? Потому что, схожий с этим шампунем, этот бренд позиционирует себя как очень органический бренд. Здесь нет никаких SLS, сульфатов и так далее и тому подобное. Это здорово. Однако, шампунь почему-то делает мои волосы супер жирными. Этот шампунь делает ваши волосы настолько некрасиво выглядящими, несвежими, какими-то жирными. Я не знаю, я не понимаю, в чем дело. Может, потому что тут настолько богатые ингредиенты в плане именно масла делают так, что ваши волосы выглядят супер жирными и несвежими, немытыми. Я даже не использовала целую упаковку, мне осталось тут еще даже немного, я не смогла, потому что я, если честно, делала очень большие прогнозы, надежды на этот шампунь, потому что он, по идее, должен защищать ваши волосы от выцветания. Он очень хорош именно для крашеных волос, однако он ничего этого не сделал. Я не куплю этот больше бренд, наверное, никогда. В этом шампуне разочарована. Даже, мне кажется, я пробовала другие их составы, другие типы шампуней. Не могу сказать, что что-то мне прям супер понравилось. Я не знаю, может, потому что это бюджетный бренд. Не очень многие бюджетные бренды почему-то в Америке, они прям настолько хороши, и ты хочешь к ним возвращаться и возвращаться, только, наверное, за исключением этой серии. Вот это прям любимчики-любимчики, ну и, конечно же, вот это. Также последний наш герой нашей сегодняшней программы – это сыворотка от бренда My Chili. Эта сыворотка, по идее, должна сделать кожу вашего лица супер чистой, здоровой, меньше прыщей, меньше видных пор, но что-то пошло не так. Да, в этой сыворотке огромное количество просто нереальных травок, нереальных ингредиентов, и тут есть также алкоголь, динат, спирт, и алкоголь в этой сыворотке – это вообще не на руку нам ни разу, для чистой кожи, как-то странно звучит для меня. Эта сыворотка стоит 24 доллара в обычных магазинах, я видела ее в обычных магазинах, она продается, однако я покупала ее, по-моему, в Востоковом магазине, она стоила 10 долларов. Вы знаете, что самое ужасное об этой сыворотке? Это когда вы наносите ее на ночь, идете спать, будьте готовы к тому, что ваш муж скажет, дорогая, а что это за запах такой, настолько она пахнет неприятно, невкусно. Я там уж привыкла уже к ней, мне абсолютно ничего не пахнет как сыворотка, я этого ничего не чувствую, мне нормально, однако мой муж каждый раз, когда я использую эту сыворотку, он спрашивает меня, Хани, что это за запах вообще, что это такое, сними это, сотри это, смой это, и, естественно, я не могу ее использовать уже вечером, вообще, я не знаю даже, буду ли я использовать ее, потому что, учитывая, сколько здесь алкоголя в составе, не только алкоголь, но и спирт, два подряд, не думаю, что игра настолько стоит свеч с использованием этой сыворотки. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось мое видео с большими разочарованиями, чем любимчиками, следующее видео обязательно выйдет о моих фаворитах июня месяца, так что, ребят, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, потому что я их все читаю, и мне будет очень приятно, если вы напишите мне, что вы хотите увидеть в следующем обзоре, в следующем видео, как вы понимаете, когда ты живешь в Америке, у тебя гораздо больше доступ к новинкам, ко всему, в общем, поэтому пишите, не стесняйтесь, я все это вижу, но я с вами не прощаюсь, ребят, ваша Юля, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok